Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве в еврейской семье. В детстве обучался игре на скрипке в 10-летней музыкальной школе при Киевской консерватории УДС. Бертье, отец в 1936 году был репрессирован. Мать развилась с ним и сменила сыну отчество С. Соломонович, на Сергеевич. Но несмотря на это они как Семья врага народа, были отправлены в ссылку в Малмышкировской области. В 1941 году им позволили вернуться в Киев. Но началась война и они были эвакуированы в Чемкент Казахской ССР, где Леонид учился в средней школе номер 10, ныне, имени Акпан Батыра, и начал самостоятельно работать. Ученик пекаря, секретарь-машинист, в пошивочном цехе кукольного театра. Вместе родители больше никогда не жили. В 1950 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Н. Островского, ныне Государственный институт искусств Узбекистана. Во время учебы работал диктором на радио. Вел передачи на узбекском языке. После распределения, в 1950-1951 году, актер Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина, затем Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького, в 1953 году поступил сразу на третий курс в школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко, при МХАТ СССР им. М. Горького, Москва, который окончил в 1955 году. Курса. М. Карева, после распределения, с 1955 года. Актер Грозненского русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова, куда отправился со своей первой женой. Тоже актрисой, выпускницей высшего театрального училища имени Б. В. Щукина, ныне Театральный институт имени Бориса Щукина. Москвичкой Валентиной Блиновой, затем был актером Иркутского драматического театра. Ныне, имени Н. П. Ахлопкова. Здесь родилась дочь Валя, в 1958-1961 году. Актер Воронежского театра драмы им. В. Кольцова, куда его пригласил Ф. Гурский, директор театра. В Воронеже семья жила в доме на улице П. Чайковского, в 1961 году. После смерти жены, перебрался в Москву, в квартиру, где жила семья покойной жены. Пробы в театрах одни и за другими заканчивались неудачей. Денег практически не было, и Леонид зарабатывал, играя в домино. В 1962-1988 году. Актер Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1988-ю. Московского театра «Ленком». С 1964 года играет в кино. Известность получил после исполнения им роли Генриха Мюллера в советском многосерийном телефильме «17 мгновений весны». Созданный им образ шефа гестапо. Не примитивного садиста Костолома, какими часто изображали гестаповцы в советских фильмах. А внешне добродушного, со специфическим чувством юмора старого вояки. «Я старый добрый человек, ваш красавец шеф злее меня в тысячу раз. Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе, мне, можно, не лишенного человеческих черт, с простыми манерами и не слишком щепетильным отношением к начальству. Они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. Но при этом умного, квалифицированного профессионала и опасного противника. Оказался очень ярким, запоминающимся, вызывающим уважение и даже симпатию. Многие реплики телевизионного Мюллера стали крылатыми выражениями. «Штирлиц, о вас я попрошу остаться». Вторым, столь же популярным, персонажем актера стал доктор из фильма «Формула любви», пожилой человек, умудренный опытом, для которого в мире нет ничего неожиданного. Ничего такого, что могло бы поколебать уверенность в себе и в правильности своих взглядов на жизнь. Многие фразы доктора, произнесенные с интонацией броневого, стали популярными и в народе. Это же относится и к роли артиста эстрады Велюрова из ленты «Покровские ворота». Фраза «Заметьте, не я это предложил», произнесенная с незабываемой, Велюровской, интонацией, стала одним из базисных оборотов живой русской речи. Не менее яркой стала и роль герцога в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». И в этом случае фразы персонажа разошлись на цитаты. В последующие годы актер сыграл еще более 20 ролей в кино. В 2008 году получил премию «Ника» за роль старика актера Журавлева в фильме «Простые вещи». 17 сентября 2012 года во время гастролей театра в Киеве 83-летний актер попал в реанимацию с острым инфарктом миокарда. В городском центре сердца ему была сделана операция. Возвращение актера на сцену состоялось спустя 20 месяцев. 28 мая 2014 года на сцене. Ленкома, спектакль по пьесе «Вишневый сад», А.П. Чехова стал последним спектаклем перед операцией первым после реабилитации. Леонид Броневой, единственный не сыгравший ни одной главной роли российский драматический актер, который стал полным кавалером ордена. За заслуги перед Отечеством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова